здравствуйте привет привет как вы меня видите слышите я надеюсь что все хорошо так вот я смотрю араратик любимый мой люди идут вы мои хорошие вы мои любимые позвольте мне вас поблагодарить за то господи араратик я тебя так люблю я так счастлива за то что вы со мной что вы нашли это время энергию посетить меня и поддержать меня вот в таком замечательном деле которым мы все сейчас попытаемся каждый внести свою маленькую маленькую ли пора пусинку выживание нашей любимой родной планеты и так для начала так как прошлое впервью удалось сохранить надеюсь вы меня научите куда нажимать ребята главное вы меня научите куда нажимать я не пропаду мы сделаем одно чудо маленькую маленькую историю ручку левую положим сюда правую так головочку склоним и вспомним про нашего маленького ребеночка про наше любимое сердце ну-ка быстренько все поклонились сердечку душе нашей сказали что мы не дадим ее в обид что мы ее любим что мы всегда будем о ней заботиться что мы никогда ее не предадим каждый день зеркало смотрим это делаем хорошо вот здесь живет наше сердце с левой стороны а с правой стороны живет наше духовное сердце но об этом отдельно и так я поздравляю вас с верным воскресеньем я не знаю имели я право это делать да мне очень очень хотелось бы это сделать я хотела бы сейчас прочитать мою собственную молитву это моя молитва я не знаю могу ли я это делать для всех людей но тем не менее я сделаю эту молитву по иоанну шаховскому архиепископу мне подарил великий русский старец мой великий учитель мой любимый человек батюшка власть и все его знают это боровский монастырь сейчас три великих старца ушли в затвор и в том числе батюшка власть и я передаю ему всю мою любовь он меня слышит я это знаю и когда это было очень давно но когда он мне дал эту молитву она всегда была со мной я была с ней и вдруг сейчас я оценила что это такое больше чем когда-либо и поэтому именно этими божественными словами мне хотелось бы сейчас с вами поделиться господи боже мой удостой меня быть орудием мира твоего чтобы я вносила любовь туда где ненависть чтобы я прощала где обижают чтобы я соединяла где есть ссора чтобы я говорила правду где господствует заблуждение чтобы я воздвигала веру где давит сомнения чтобы я возбуждала надежду где мучает отчаяние чтобы я вносила свет во тьму чтобы я возбуждала радость где горе живет господи боже мой удостой не чтоб меня утешали но чтобы я утешал не чтоб меня понимали но чтоб я других понимал Не чтобы меня любили, но чтобы я других любила. Ибо кто дает, тот получает. Кто забывает себя, тот обретает. Кто прощает, тот простится. Кто умирает, тот просыпается. К вечной жизни. Сегодня очень большой праздник. О, простите, опять забыла бумажку взять. Простите меня. А сегодня у нас еще и католическая Пасха. И вербное воскресенье все совпало вместе. И всемирная наша медитация. Поэтому у меня есть такое предложение. Нет лучшей молитвы, чем твоя собственная молитва. Нет лучшей медитации, чем твоя медитация. Вы можете держать глаза открытыми, закрытыми, как угодно. Это всего лишь пять минут. Но лично я буду делать аформацию о том, когда мы выйдем отсюда. А мы выйдем из заточения. Мы выйдем в другую планету. И я хочу видеть. Я не буду вас беспокоить своими словами. Если захотите, попросите в следующий раз. Я буду. Пройдите сами этот путь. Он такой короткий. Он занимает всего лишь пять минут. Поэтому я лично буду представлять эту божественную планету без засилия и вот этого, когда люди превратились в зверей. Понимаете? Я хочу, чтобы мы все выросли в наших вибрациях. Я хочу, чтобы мы все стали другими людьми. Кто выбирает по-другому, мы их никогда не осуждаем. Это их путь. Это путь их души. Так душа решила. Она на это изначально согласилась. Поэтому мы начинаем. Я вас очень люблю. Всего-то лишь пять минут божественного, благословенного состояния абсолютного счастья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok сейчас, говорит, взлетим все, как взлетим, уже взлетели господи, вы знаете, что смешно было вот так вот интересно вдруг включается холодильник и это самое смешное у меня собака которая вдруг значит, это от счастья вот это сделала во время медитации это так смешно просто невероятно потом включился в холодильник, который я забыла выключить так интересно всегда, когда опускаешься в самые большие путешествия с самыми большими учителями тебя обязательно что-то останавливает это закон просто ну что, я сейчас только чуть-чуть себя отприду, я что-то как-то куда-то так далеко далеко от путешествовала поэтому хорошо было, спасибо большое кому-то было хорошо кто-то благодарит как здорово господи кто-то ржал у нас там это же тоже хорошо Казахстан приветствует букет тут какой-то и вау, здорово, здорово отлично а у кого-то законы подлости работают у каждого пасона так, ну что про моего друга Кирилла я могу рассказывать до бесконечности а друга Кирилла Толмацкого боже мой, это такой удивительный человек это такой чистый человек такой светлый человек такой добрый человек вы себе представить не можете такой благородный вот он для меня всегда был рыцарь на белом коне если вы только могли себе представить какой он издал последний альбом мы были очень много вместе последнее время так случилось я приехала опять нас как-то вместе вот так свело видимо не просто так свело под конец где-то за полгода он издавал уже альбом на английском языке я обожаю все его песни там ну времени не хватит долго про него рассказывать он очень устал последнее время случилось так что я думаю что он этого хотел просто устал вот так случилось что он выскочил удивительно потому что дух такой чистый прям пролетел так удивительно удивительно я могу до него про него до бесконечности рассказывать надо мне выставить фотографии последние наши с Кириллом вот спасибо вы мне напомнили я обязательно выставлю ну что супер вот да это я не медитация просто вы понимаете расскажите о настоящем не поняла что о настоящем то апсе держал вас за руку спасибо большое я тоже кое-кого за руку держал оттуда он очень устал да он очень устал Кирилл он очень устал он очень-очень устал это ничего это очень хорошо что вы начали зевать значит вы себя наконец-то отпустили вы понимаете вы отпустили себя когда же люди себя наконец-то начнут отпускать понимаете вот ну что спасибо за то что я классно ежи вопросов нет ребят у нас же сейчас прямой эфир что хотите все могу я взяла я ей глаза открыла а я вот чаек вот сейчас вот тихонечко бью вы представляете кто-то спасибо говорит ой спасибо вам намасте 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 все время когда ты в какое-то серьезное путешествие я никогда не забуду как рассказывал Ошу это было очень интересно когда значит он пошел учиться медитации сейчас все мужчины вы влюблены сейчас в мужчину да конечно обязательно я всегда влюблена он очень красивый вот а дело в том что он поехал в самый страшный город такой то есть город это такая провинция была сейчас вопросы я прочитаю я просто про уши расскажу если кто-то знает то такой подгван вот величайший мистик нашего времени величайший гору и так далее и тому подобное и вот он говорит надо ехать в самое страшное место там столько комаров ну вот просто вот их тучи и вот когда ты пройдешь через это через все и сможешь медитировать вот тогда ты настоящий медитатор вот вот а еще он назвал комаров несостоящим те медитаторы которые не состоялись они не прошли этот путь никогда не смогли этого сделать поэтому значит вот они такие злые и пьют кровь так Наталья как вы думаете когда закончится карантин что с нами всеми будет слушайте давайте не будем говорить о негативе уже потому что никто не может вам сказать когда закончится карантин вот там единственный человек есть один Араратик напишите мне пожалуйста лесновидящий когда закончится карантин как вы думаете Араратик как вы предсказываете когда заканчивается карантин мой золотой ты где будешь помогать нет или ты сбежал на всякий случай обязательно закончится что думаю об учении Зиланда не верю потому что есть гораздо лучшие книги например Джерри Хиггс и Эстер Хиггс The Book of Abraham книга книга Абрахама сейчас мне на это надо все переводить просто посмотрите Эстер и Джерри Хиггс там 4 книги Абрахама вот поэтому это все оттуда вот они это сделали давным-давно давным-давно не знаю в каком году в 88-м или в 90-м ну вибрации же они не только от как бы сказать медитации зависят они вообще от вашего образа жизни от понимания если вы хотите наесться огромного количества мяса не уважать ничто вокруг себя и медитировать вы думаете от этого вы окажете высоких вибраций вот вы знаете что интересно мы сейчас такие интересные времена живем когда уже книги можно не обязательно читать потому что настолько меняется все и настолько тебя выбрасывает многомерное пространство что если ты внимательно слышишь и открыт к космосу ты прям получаешь ответы на свои вопросы вот и к чему же я это говорю вы знаете как интересно чем повышаются вибрации в последнее время вот я не знаю у меня например слезы все у меня входят глаза чего-то такого неплохого а хорошего вчера наплакалась так силен видите вообще глаз нет вчера думала что вот то что я выложила свои видео вот мои обнимашечки целовашечки с дикими животными с ягуарчиками я думала что я их потеряла и вот тут я плахала от этого вибрации не повышаются вот так по-настоящему от горя нет вот предположим вы смотрите какой-то хороший фильм добрый фильм хороший фильм и так он вас трогает за сердце и вы плачете в этот момент и вот в момент такой происходит огромное очищение и вибрации просто подскакивают уникально поэтому вы должны найти для себя сделать что-то такое что вам в этом помогает вы плачете это очень хорошо сейчас это очень хорошо что да да конечно естественно помогает да вы пробады так ребятки поехали здравствуйте Анастасия Филипенко это что Сашина Филипенко родственница я тоже плачу часто это хорошо сердечко чистится душа нет я стараюсь да конечно в белом да 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 точно и Москва со мной плачете потому что вы не замужем надо такое придумать вот вы и плачете от того что вы не замужем не особо достаточный человек у меня серьезный путь вот и я могу находиться с человеком только который идет тем же путем каким и я это не всегда легко найти такого человека это глупо говорить родственные души потому что души не могут быть родственными но тем не менее есть такое выражение вот и питание должно быть одинаковое у меня здесь животных не жарит вот я люблю всех как я сказала даже я не ем ничего с глазами кроме картошки так что понимаете слишком абстрактно ваши эзотерические опыты ребят ну это же ой из Австрии привет как здорово ну как вот можно вы конкретно я не могу вам ответить так так сейчас энергия подождите наташа берегите себя понятно видимо белый маг спасибо вам большое я белый маг спасибо да спасибо вам большое спасибо из Красноярска в каком городе вы сейчас я нахожусь в абсолютном уединении в абсолютном отдалении от всего я нахожусь в Мексике рядом со мной нет города и в самом центре 25 минут от международного аэропорта я нахожусь на Ривьере Майя до Канкуна 35 минут 45 минут до Плай-Дель-Кармон 35 минут 45 минут я нахожусь в уникальном месте здесь всего несколько домов и очень часто что я здесь вообще совсем одна нахожусь все как-то разъезжаются вот бывают такие моменты вот так как у меня нет страхов я тут одна Киев привет Питер смотрит это приятно Питер смотрит это хорошо нет очень редко в качестве медицины иногда сейчас для костей я ем рыбу хотя я не получаю от этого никакого удовольствия вот понимаете я не буду говорить о своем отношении геем это неправильно об этом говорить а потом есть некоторые очень много понятий есть космическое понятие есть физическое понятие у меня все друзья геи вот в смысле все по-другому про это расскажут а вот а тут придет информация поэтому тоже говорить вот если хочется побыть со мной я счастлива потому что я тоже хочу побыть ну что ребят давайте вопросики то задавайте смотрит Иркутск или хотите чтобы я вам что-то рассказывала вы какие вы ледивые а мусики мои ну что же такие для этого есть прям это как бы говорится прямой эфир но я поняла спасибо волшебная такая настоящая чистая спасибо вам большое Байкал приветствует ребятки в следующий раз я буду готовиться вот там у вас безопасно для меня безопасно я не знаю у меня нет страхов если нет страхов здравствуйте ничего не может случиться вы понимаете мест силы у нас здесь очень много прежде всего все пирамиды это места силы у меня сейчас 11 часов а 20 минут про все пирамиды места силы моя самая любимая это город огромный это Пушмай это находится в Югкатане туда надо приехать несколько часов я туда постоянно лежу потому что я там жила я это помню вот эту инкарнацию я помню а вот Югкатановскую принцессу там была майской вот так что я нахожу тоже как бы сказать на своей земле потому что это моя земля а я это душой выбирала место и почувствовала мама лежит рядом болеет говорит хочет вас обнять господи милая моя родная любимая хорошая женщина я вас так люблю я посылаю вам столько любви господи родная моя это какое счастье господи что я могу вам любовь свою отдать все хорошо нет никаких страхов из болезни вы выйдете не важно какое заболевание главное не глушить это заболевание таблетками что делают таблетки они симптомы просто это самое как хорошо про температуру все было в России раньше очень 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 хорошо да я занимаюсь дыхательной практикой обязательно вот все было очень хорошо потому что у нас никогда что у нас делали чай правильно с малиновым вареньем чай с медом с лимоном не ели в эти дни и что это выходило это выходило и мы перебаливали эту температуру чудовищную температуру и 39 было и 40 что происходит иммунная система выстреливает наверх то есть мы оздоравливаемся все кто проходит коронавирус вот натуральным путем там повышаются вибрации так что эти люди просто уже по-моему в космос выстреливают но если вы это начинаете забивать всякими я не знаю как они называются у меня нет ни одной таблетки дома у меня нет таблетки которые убивают боль мне говорят а что вы делаете когда у вас что-то болит я говорю ну как болит значит и болит поболит и перестает что такое боль боль это когда тебе организм отправляет сигнал что надо проверить что-то в этом месте или в другом боль это очень хорошо как же можно забивать боль надо обратить на это внимание надо слышать себя слышать себя слышать свое тело как ты слышишь свое тело его же надо очищать я сейчас не могу читать ребят извините я сейчас включилась вот вопрос вот эту женщину там которая боль хочет обнять любимая моя родная вот где я была а то я сейчас я так на нее я ее вижу я ее прям вот вот держу вот руками вот в руках она у меня сейчас здесь находится это очень важно очищать свое тело блин ребят вы будете покупать мои эти лекции или нет ну посмотрите в конце концов разговоры по душам там другое там судьба сейчас выйдут другие новые о чистом питании о совмещении продуктов как повышать эти вибрации что для этого делать не только медитациями ребяточки милые мои если у вас загрязнен организм ну какие вибрации каких вибрациях мы можем говорить вы знаете о том что помимо кармических явлений и так далее и тому подобное вот это вот у меня кстати там все многое снято вот мясо оно вообще не может перевариться в организме начнем с этого вот оно там лежит и гниет 72 часа а потом оно начинает просто разлагаться идти в кровь и так далее и туда и сюда и пятый и десятый и что от этого хорошего понимаете если вы не держите свой организм в чистейшем состоянии вы ничего не сможете услышать вот например я раз в неделю раз в неделю обязательно один день чистки раз в месяц обязательно три дня чистки на третий день после новолуния раз в полгода длительная чистка две недели три недели то есть организм звенит он звенящий он легкий он летит продукты питания правильные не тяжелые по чуть-чуть желудок какого объема у каждого свой кулак вот этот кулак ну куда больше чего его растягивать чтобы потом зашивать или как ребят так так предложение в кино нет предложения в кино нет вы знаете вот готов если у вас съемки в Москве готов уже фильм да фильм мой выходит да наследницы это да на первом канале мой фильм готов только вот я не знаю когда он выйдет его почему-то так долго держит вот спасибо большое что я правильные вещи говорю вот телеграмма знакома с каналом не знакома с Гордон а вот это вот кстати это надо наш криш спросите продюсеров куда они смотрят что таких актрис таких личностей боятся наверное а что боятся класс уровень очень серьезный ребят я я и играть могу очень хорошо мама это как создание когда выбивается класс из среднятины видимые вы должны затоптать поэтому я счастлива что я вот это мои классы это моя любовь вы мои дети их будет больше и больше так что все хорошо так что Катя Гордон ничего не знаю про Катю Гордон я не смотрю телевизор чем Мексике рак лечит я откуда знаю чем рак лечит надо представить себе что у тебя его никогда не будет и его никогда в жизни не будет как у вас может быть то о чем вы не думаете этого не может быть просто этого не может быть этого не может быть как Томик у меня появился мою малякуся как появился ехали бы ночью из ресторана в те давнишние времена когда все было так роскошно со мной сосед Паоло итальяне он владелец многих-многих ресторанов значит итальянские вкусняшки невозможно ехали мы поздно вот и тут дорожку перебегала без двадцати а у нас в это время была засуха засуха была такая примерно прям вот 9 месяцев это когда все стали выходить и крокодильчики бедные они никого не трогали вообще они просто шли за водой их спасать всех надо было и змеи все вышли к людям пришли обращаются типа за водой я им тут везде всем расставила огромные тазы с водой они у меня тут все ходили крокодил в том числе вот кого там кусать они такие благодарные были вот неважно и короче говоря я думаю ну все первый крокодил точно не вам малюсенький вот такой бежит через дорогу ну ладно я же сама живу неизвестно где господи ну представляете какая ответственная собака я же понимаю что такую собаку это бесконечная невероятная ответственность вот и я понимаю что я найду очень хорошего человека и обязательно его пристрою влюбилась я в него сразу знаете как бывает мужчина влюбляешься в одну секунду вот и в него и уже на следующий день когда я спустилась из спальни я поняла что у меня кранты что это навсегда пересмотрели сибириаду спасибо большое так что вот когда уезжаю плачу всю дорогу в самолете люди хорошие все время все подходят подходят и говорят что с вами случилось как мы можем вам помочь реву на крик а я им говорю собаку свою оставила в Мексике ну ему хорошо вот сегодня пошли гулять было очень-очень рано я готовил к эфиру ну представляете бежит человек по пляжу я имею в виду собака один на пляже никого нет вообще никого нет ну когда вот собака к этому привыкла без поводков без ничего у него был тренер он знает как на поводке потому что я всегда понимала может ввести момент когда придется посадить на поводок он будет в городе и неизвестно что но вот как его можно с этой свободой вот когда человек знает свободу вот как я например куда же меня можно запереть в какие рамки, вот, и я думаю, ну, конечно, Тоби, пляж принадлежит тебе, ты тут герой, он свободен, поэтому очень трудно, я реву, они подходят, я говорю, вы знаете, собаку оставила, они все начинают плакать, как мы вас понимаем, а мы сейчас к своим летим, мы тут в Мексике отдыхали, господи, и начинают реветь, я говорю, ребята, ладно, хватит уже, весь самолет сейчас будет плакать, что ли, как вы думаете, как в России сейчас, да, везде одинаково, как в России сейчас, как в России сейчас, ребят, правда, от нас все зависит, я вообще не шучу, много очень людей должно уйти, с низкими вибрациями, по собственной воле, кстати, это тоже, как бы сказать, относительно мы, по собственной воле, люди, которые не хотят меняться, сейчас время изменений, никто не пройдет этого процесса, никто, никто не сможет этого избежать, или это меняется, мы идем вот к нашим духовным сердцем, мы его слышим, готовьтесь, ребята, очень серьезные времена наступят, те планеты, которые мы знали, выпустят нас, когда они выпустят, мы не знаем, вот, куда выпустят, что будет, но настолько все зависит от воли, вот, понимаете, настолько мы творцы, мы создатели, мы адвокаты и прокуроры своей жизни, чему нас никогда не учили, понимаете, никогда нам не давали этого, ты вот там, у тебя есть судьба, это из этого никуда нет, я абсолютно так не считаю, я знаю, что многие знали об этом, что ты творец своей жизни, вот, поэтому это уж, пожалуйста, разберись, что ты хочешь, понимаете, растущему организму нужен белок, белок, очень многие дети, кстати, я вам отвечу, вот вы про детей говорите, а белок в зелени, белок в таком количестве продуктов, я вам даже передать не могу, и самый вообще уникальный белок, который нам нужен, он в зелени находится, во всем зеленом, это звучит абсолютно по-сумасшедшему, но это так и есть, мой сын 14 лет, стал не просто вегетарианцем, не просто веганом, а сыроедом, на много лет, органически, по собственной воле, вы не представляете, что это было такое, я тогда в этом нифига не понимала, поэтому он был, как бы сказать, мой гуру, я не шучу, мы ходили с ним встречать рассветы и закаты, потеряла я подушечку, ну, наверное, неважно, вот, рассветы и закаты, мы очень много ходили, мы вместе занимались йогой, он занимался еще маршал-арзи, вот, вот этого все, я ему тоже говорила эту ерундистику, пока еще не получила образование в институте, Optimum Health Institute, все время надо переводить, институт оптимального здоровья в Америке, вот, я говорю, ты с ума сошел, ты перестанешь расти, что ты делаешь, о чем ты, нет, мам, только так, это ты не понимаешь, ты когда-нибудь к этому придешь, я пришла к этому, и к сыроедению, и ко всему, так смешно, вот, потом люди не понимают, это отдельная лекция, это отдельный разговор про сыроедение, все почему думают, что сыроедение сырое, что-то только что там, это другой уровень просто, это, и супы там есть, и все это теплое может быть, просто это не подвергается термической обработке, потому что все, что подвергается обработке выше 38,9 градусов, умирает, поэтому люди едят мертвую еду, ну, так это же их выбор, откройте инстаграм, или куда хотите, тут вот, ну, это очень трудно найти истинную, истинную информацию, понимаете, поэтому я с вами делюсь этой информацией, поэтому я выпускаю эти свои, это не лекции, это мои разговоры, это мои разговоры по душам, это как я открываю людям свои знания, то, что я, да, я ненавижу это выражение, но по-другому в интернете же, ты напишешь курсы или классы, там нельзя по-другому, поэтому написано курсы, мои курсы, мне это не нравится, поэтому я назвала разговоры по душам, но, тем не менее, в начале стоит курс, и многие сразу же отталкивают, если бы я прочитала курсы, я бы сказала, слушайте, учите, кому хотите еще, так вот, это было так смешно, значит, Митика был настоящим, таким, он был прямо таким сыроедом, 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 в то время мы жили в Бевельсии, у нас была огромная кухня, огромная, сейчас, что-то интересно, ага, хорошо, ладно, вы можете ко мне больше не приходить, а что, я вас прощаю, я вообще не, я всех прости уж, мне посоветовали про вибрации не говорить, ага, хорошо, это я для вас не буду говорить, и не приходите сюда, а другие хотят это слушать, молочные продукты смерть, это смерть, это самое страшное, что только может быть, то, что придумано человечеством, вот, то, что надо продавать молоко, молоко и молочные продукты вытаскивают кальций из костей, вот, и когда упали сейлз, продажи, то сделали, все вы знаете, эту рекламу, когда все самые большие, самые большие звезды, все снимали с белыми усиками, и такое было, год милк, молочко попил, вот, цена этого, этой радости была 1 миллиард 600 тысяч миллионов, вот, после этого все опять запили молоко, так вот, возвращаюсь, ну ладно, это не важно, как Митика это делает, просто было так смешно, значит, он там все равно рубил там коконат, и это все, ладно, ради бога, но самое смешное, когда он начинал делать свеклу сырую, или там морковку, например, особенно свеклу, значит, свеклу, он сам все делал, все по-настоящему, а потолок у нас, значит, был из чистого дерева, такого необработанного, но такого вот отличного, такого, знаете, настоящего, белого, такого светлого дерева, светлого дерева, и, значит, он, когда начинал отжимать этот сок, это все туда наверх, вау, и весь потолок красный, это было так смешно, ребята все так кричали, я тоже так, Митя, что ты делаешь, короче говоря, бедная Ребекка, которая была, значит, женщина, которая чистила, Господи, благослови ее, Господь, значит, она приходила, она этого очищала, я не знаю, как-то занимала два часа, вот, через два часа Митя становился голодный, он возвращался обратно, как в пиндуре туда опять, а то свекла, это было очень смешно, А как понять, расскажите, пожалуйста, ваше меню на... А, мое меню на день! А, мое меню на день! Ну, грамотное меню, мое меню хулиганское чуть-чуть, я отступаю от правил, вот, потому что я все-таки занимаюсь разумным сыроедением, вот, и так далее, и тому подобное, вот, с утра лучше всего есть, давайте я вам расскажу самое лучшее, а мое я немножечко хулиганю и делаю себе мюзли, потому что неправильная комбинация продуктов не всегда, это смерть, вы поймите, что фрукты едят всегда отдельно, я вам не могу за одну встречу рассказать все свои знания, они глобальны, вот, фрукты нужно есть всегда отдельно, вот, овощи, белок совмещается с любыми овощами, карбохидральц, как это, старч, блин, крахмал тоже, да, ну, что крахмал, рис, картошка, хлеб и так далее, но ни в коем случае, крахмал нельзя соединять с белком, они физически не могут перевариться твоим организмом, потому что эти одни продукты переварятся здесь, другие продукты переварятся и желудки, и когда это все вот вместе, вот это вот все бардак начинается, организм просто такой, о-о-о, в стопоре, почему люди, нажавшие гутербродов, простите, нет другого слова этому, сидят или там мясо, уставшие, вот, и, о-о-о, в состоянии, ничего делать не могут, а я люблю лететь, мне так нравится, поэтому в основном все-таки фрукты, мне здесь, конечно, ничего говорить, хорошо, вот, давайте так, чтобы вот это все было по-честному, да, представьте себе, ну, конечно, это не для меня, это для Тоби, косточка, вот, собаку с сыроведом я не сделала, вот, 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 у меня и в холодильнике то же самое, в моем холодильнике, который включился, когда не надо, одни фрукты вы найдете, так я, получается, одни фрукты, это вот манго, это вот все зелененькое у меня, у меня только все зелененькое, у меня только это тоже я сырым ем, у меня вон лечуга, у меня то все 5-10, и здесь вот для Тоби Супец, это тоже все такое полусырое, вот, понимаете, да, так что вот такие вот дела, но это, ребята, это целая лекция, это отдельный разговор, вот, днем я, у меня там есть выложено, посмотрите, пожалуйста, мои бутербродики любимые, вот, я так вот на листочек зеленый туда авокадика обязательно всяких, там обязательно спраутс вот эти вот пророщенные, это так все важно, а вообще я вам так скажу, что про меня, ну-ка, быстренько все купили книжечку Владимира Мегрея, которая называется «Анастасия», вот, первая часть называется «Звенящие кадры России», и почитали немножечко, почему Анастасия так много, великая богиня леса, таежная богиня, богиня, в прямом смысле человек космический, вот, которая спала в берлоге с медведем, вот, которая летала на Орле с детства, с 9-месячного возраста, вот, и так далее, почему она все время помогала дачникам, издалека она работала все время с дачниками, вот эти вот людьми России, которые имеют вот эти вот малюсенькие участочки, она всегда говорила о том, что спасет мир и Россию только эти дачники, вот это вот то, что мы будем растить своими собственными руками, мир изменится, вот, будем растить своими руками, все будет совершенно по-другому, давайте сейчас об этом, давайте не мешать все, так что потом у меня идут бутербродики, вот, вечером у меня идет, иногда, значит, потому что у меня кое-что произошло с желудочком, вот, маленькая история, вот, я пользуюсь картошечкой отварной, вот, потому что картошечка отварная, она очень успокаивает там это все, так что вот такие вот дела, кофе, я не пью кофе бесконечное количество лет, сладкое, я не важно, люблю я или нет, это смерть, а сахар назывался всегда белой смертью, вместе с солью, вот, так, привет, привет, так, привет, я про эту женщину, соевое молоко, соевое молоко, очень трудно купить правильное, я обожаю соевое молоко, потому что вся практически соя является генетически модифицированной, вот, поэтому найти органическую сою, плюс чистую и генетически не модифицированную, а найти это можно, это очень трудно, вот, но в Америке это есть, вот, да, я это очень люблю, но лучше это кокосовое молоко, лучше это даже можно и с кешью, я не знаю, как сказать, кешью молоко, это орех такой, а очень хорошо, что миндальное молоко тоже очень, правильно, потому что миндаль есть и георгическое, и КМО, сейчас пошли обман очень серьезные на планете, они пишут органические, но выращивают ГМО органическое, поэтому нужно две надписи, органическое и нон-ГМО, если подождет, сейчас я вам это покажу, сейчас я вам покажу это, ребята, вот две надписи, вот это органическое, а это не ГМО, это, кстати, соевый продукт, вот, это невозможно совершенно, очень трудно купить вместе, поэтому, вот это, да, это можно, все остальное, вся соя генетически модифицирована, спасибо Биллу Гейтсу, компании Монсандо, он владеет 70%, 75% акций в его руках, вот, не будет никого злить, я уже и так всех встрепенула, если вы любите сыр, то хотя бы берите овечий, или козий, только тоже очень чистый, настоящий, сыр это смерть, коровий, все, что коровий, это отдельно, ребята, это лекции, у меня это лекции, вы понимаете, даже никто же не знает, что коровы, откуда она вообще-то молоко-то получает, все думают, что она ест траву, и от этого у нее рождается молоко, ну, головой-то поймите, это опять такое издевательство над животным, то, что происходит, блудотворение, осеменение искусственное, потом отнимают у нее ребенка, ребенок никогда не пробовал молока, в общем, это, это, это слезы сплошные, вы хотите эту карму на себя, кто вы хотите разговаривать о вибрации, ну, давайте разговаривать с кем-нибудь еще, давно об этом не надо разговаривать, потому что это неправда, вот, как извается страх от чего-то мистического, я не знаю, что такое, мистического страха, если у вас присутствует страх, то это страх, понимаете, я книги, нет, я не пишу, предложительно пишу, а где ваши лекции, мои лекции можно приобрести, вот у меня в инстаграме, в шапке прямо написано, значит, курсы, разговоры, нажимаете туда и выходите на мою веб-страницу, и на этой веб-странице там все вы найдете, там написано, приобрести курсы, нажимаете кнопку и все, вот, вот, спасибо вам большое, что я умная и приятная женщина, спасибо, что-то я кому-то не ответила, там любимая одна, которая меня обнимает, которая очень скоро поправитесь, очень скоро поправитесь, вот, так, а секс, мне противопоказано, абсолютно противопоказано, для меня это отвратительно, я понимаю, любить, я понимаю быть влюбленной, я понимаю любить от всего сердца и заниматься чем угодно, сексом занимаются двери, животные, и просто это слово, которое вот поэтому пришел коронавирус, потому что люди забыли о святых истинах, люди забыли, что такое чистота, всегда в определенные моменты приходили горе, чума, когда люди начали, не надо обменивать понятия, истин, любовь, когда вдруг все-таки у меня отставание пошло, я не знаю, мне надо заканчивать, или я не знаю, что происходит, вот, когда пошли подмены, как сейчас время, как я говорю, перевернутые ценности, сейчас плохой стал, хорошим, как проще понять, пошли позанимаемся, мы что, животные, простите, поэтому мне ничего не противопоказано, когда это идет отсюда, я занимаюсь всем, тоже, мне очень нравится это выражение по-английски, to make love, заниматься любовью, но ни в коем случае не секс, а когда ты влюблен, когда ты любишь, ты все можешь, понимаете, ну вот, секс не только для обезьян, для животных, или те люди, которые полуживотные, им это очень подходит, вот, так вот, пей, вот это вот все происходило, и горе, и чума, вот какие у нас там болезни, вот, господи, боже мой, я забыла, в средневековье, напишите мне, когда пришла, накрыла всех, вот, все умирали, от чего, от чего умирали, о господи, ну ребята, я уже, видимо, подустала чуть-чуть, ну ладно, неважно, я сейчас пока буду рассказывать, от этого пошли, понимаешь, Римская империя, началось разложение, вы понимаете, начались вот это вот, обжираловка, все непонятно кем, мужики с мужиками, с животными, то есть полная аморалка в это время, космос тут же тебе подгадывает, опа, смертельные заболевания, и сносит человечество, и вулканы просто так, не взрывается, поверьте, и помпеи, и просто так, случились, когда накрыли пеплом, так что, в чем-то мы серьезном забыли, в чем-то очень серьезном мы забыли, и поэтому это произошло, мои родители, вот, и коронавирус, благодарить надо, это время сознания, нашего изменения, прохранение жизни, но уже, другой жизни, ребят, я вижу, что у меня что-то идет, какое-то отставание, вот, поэтому, да, я пью соду, спасибо вам большое, после фильма Репоппинс, теперь научите меня, как мне это закончить, ребятки, вот, и как это сохранить, чтобы я могла это выставить для тех людей, которые, как это сделать, я не знаю, я не знаю, помогите мне, пожалуйста, помогите мне, мне что, на энд, запишите, пожалуйста, эфир, а у меня нет, здесь не написано, у меня вот есть энд наверху, показывает, как мне поступить, ребят, помогите, пожалуйста, вы мне не отвечаете, вопрос, помогите мне, пожалуйста, как сохранить, как сохранить, я технически не подходит, меня не предупредили, ну что, я нажимаю на энд, и тогда только вы это увидите, выключаете, и я нажимаю на сохранить, да, окей, значит, я сейчас нажимаю на конец, правильно я понимаю, так, так, поделиться, этот эфир закончится, но очень быстро идет, нажимайте, завершить эфир, а затем поделиться, так, нажимаю, энд, так,